Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда завтра состоится референдум в Великобритании, поэтому по многим европейским парам мы видим некоторое затишье как раз перед данным событием. Давайте начнем с пары евро-доллар. По паре евро-доллар володительность вчера была крайне низкая, диапазон составлял порядка 43 пунктов, не смогли обновить пока локальный максимум в области 1.1284, максимум, который был зафиксирован 2 июня, и сейчас пара находится в небольшом боковом движении. На текущий момент ближайшая цель остается прежней, то есть продолжение укрепления евро, а следующая цель это область уже 1.13. В свою очередь краткосрочный уровень на текущий момент располагается на минимуме 2 июня, это область 1.1284. Пара британский фунт, американский доллар также не показывает каких-то серьезных движений. За последние несколько дней вчера обновили максимум 5 июня, буквально несколько пунктов, к концу торговой сессии вернулись практически к ценам открытия. Сегодня торгуемся также в достаточно узком диапазоне, пока на 10 утра диапазон составляет порядка чуть больше 25 пунктов. И также по паре британских фунтов направление остается пока восходящее, ближайшая краткосрочная цель, при которой мы можем увидеть изменения уже в направлении, это минимум, который был зафиксирован вчера, значение в области 1.2872. Пара австралийский доллар, американский доллар более активна по сравнению с европейскими валютными парами, ну точнее с валютными парами, в которых включены европейские валюты. Поэтому тенденция на укрепление австралийского доллара остается в приоритете. То, что мы отмечали ранее, вероятность ухода выше уже в область 75.76, сейчас становится более вероятна, так как пара вчера смогла уйти выше, во-первых, отметки 0.7519, и сегодня уже с открытия штурмует область 75.52, максимум, который был в начале мая сформирован. Поэтому на текущий момент ближайшая цель – это уход выше отметки 75.50-75.60. Ну и ближайший разворотный уровень по данной паре, по последнему движению, находится в области минимума, который был вчера, значение 74.55. И основная тенденция уже может поменяться с нисходящей на восходящую, после закрепления выше отметки 75.45, со следующей целью движения на 77. А пара, американский доллар и японская иена, также продолжают свое нисходящее движение на текущий момент. Сегодня с утра уже несколько, буквально на несколько пунктов, но тем не менее обновили минимум вчерашней торговой сессии, что подтверждает направление нисходящего движения. Ближайшая цель, которую мы отмечали практически уже месяц назад, на наших обзорах, на наших вебинарах, находится в области 108.96, и пока пара находится в расстоянии 30 пунктов от конечной цели по последнему движению. Вблизи этого уровня вероятно начало коррекции, но также и следующее уже движение на последующее ослабление американского доллара, также может быть и следующая цель уже находится в области 108.19 и соответственно закрепление ниже данного уровня. Ближайший коррекционный уровень на сегодня может быть отмечен в области максимумов, которые были сформированы 5 июня, значение 110.75. И на текущий момент, если говорить, к примеру, о продажах, то разумный, к примеру, стоплос, если у вас уже были открытые позиции, может находиться как раз именно за этим уровнем, потому что вероятность того, если пара уйдет выше данного значения, изменение тенденции на восходящую будет более вероятным. Также пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое нисходящее движение, которое началось фактически 5 июня, и тенденция продолжается с снижением в область 1.3380. Ближайший разворотный уровень краткосрочный, который мы можем отметить по данной паре, находится в области максимумов вчерашней торговой сессии, отметим это следующим образом, область 1.3486, тенденция на ослабление американского доллара в датной валютной паре также остается в приоритете. Еврофунд также находится в ожидании событий, в ожидании референдума, который состоится завтра, поэтому сильных движений мы не видели. Вчера были попытки проколоть отметку 86.94 минимум, который был зафиксирован 5 июня, но к концу торговой сессии вернулись, точнее уже закрылись выше открытия, что говорит пока о том, что пара не готова, но возможно это произойдет в ближайшие несколько дней, возможно референдум как раз на это повлияет, но нужно отслеживать данный уровень, потому что преодоление данной отметки уже откроет предпосылки на дальнейшие снижения по данной паре в область 85.84.50. Золото также продолжает свое восходящее движение, последние несколько торговых сессий уже подошли к локальным максимумам, вчера доходили до отметки 1296 долларов за тройскую унцу, и на текущий момент тенденция на укрепление золота также остается в приоритете. Я напомню, что одни из среднесрочных уровней, которые мы отмечали, это максимум середины апреля, который был сформирован в области 1295 долларов за тройскую унцу, и сейчас ближайшая цель это закрепление за данным уровнем, после преодоления данной отметки уже открываются следующие цели в область 1300, 1330 и 1375 долларов за тройскую унцу. Нефть марки Brent также продолжает свое нисходящее движение, точнее, в последние несколько дней мы видим небольшой боковой диапазон, который обозначен границами 50,16, верхняя граница, нижняя граница 48,68. Тенденция остается в приоритете нисходящая, обновление локальных минимумов в области 48,69, подтвердить настрой на снижение нефти. Уход выше и закрепление за уровнем 50,13 может нам дать предпосылки на начало коррекционного движения по данному активу. Ну и индекс доллара также, в свою очередь, продолжает нисходящее движение, ближайший коррекционный уровень, пока, на мой взгляд, имеет смысл оставить на максимуме, который был 5 июня в области 96,92. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Напомню еще раз, что завтра состоятся выборы в Великобритании. В свою очередь, торговые условия также были скорректированы для реальных счетов, поэтому обратите внимание, если у вас счет в Адмирал Маркетс, зайдите на сайт Адмирал Маркетс, в разделе новости, данная информация там представлена. Ну и, как всегда, во время данных событий будьте аккуратны. Всем спасибо за внимание, с вами был Исаков Роман и увидимся завтра. Продолжение следует...